Вюгар Эфендиев, мальчик 5,5 лет, из Азербайджана. Его мама, Михребан Мамедова, обратилась в центр Бэйр Давид в начале июля 2023 года с целым списком жалоб. Вот только небольшая часть из них. Волосы стричь разрешает только маме, ногти можно стричь только ночью, когда спит, в еде избирателен, ест все в кашеобразном виде. Эти кадры демонстрируют некоторые особенности поведения вюгара. Гиперактивность Пространство большое, нравится, все бегать хочет, прыгать хочет. На месте усадить не можем, не могу вернее, в минуту сидит, даже секунду, потом опять бегает. Любит находиться на высоте, сидит на шкафу или на окне. Не разговаривает, только кричит. Плохая моторика, прыгать с места не умеет, велосипед крутить не умеет. Нет навыков самообслуживания. С игрушками играть не умеет. С детьми играть не умеет. Речь не понимает, только жестами. Не понимает опасности. Может зайти в воду с головой, не понимая, что захлебывается. И другие жалобы. Особенно мама беспокоилась о том, что вюгар не ест очень многие продукты. Не умеет жевать. Жует только одной стороной рта. Не ест твердую пищу. Вюгар с рождения был очень беспокойным ребенком. Он плакал постоянно. Он спал очень мало. В сутки 2-3 часов. В основном спал на улице. На свежем воздухе. У него была гипоксия. Вокруг губ были постоянно синята. Синие были вокруг здесь. Потом у него было внутричерепное давление тоже. С рождения он, в принципе, был так у нас, как родился, проблемным. Мы пытались его лечить. У невропатологов выписывали нам лечение медикаментозное. Но помощи было никакой. То есть как он не спал, так и не спал. Как он плакал, так и плакал. То есть во всем был проблемный. Абсолютно. Очень капризный. Но сваливали на то, что он капризный ребенок. Такой характер у него. Но я понимала, что что-то не так, конечно. Но не знала, что. Это продолжалось постоянно. И никто ему не мог помочь. Потому что у него все это было так же. Меняли постоянно рецепты. Меняли врачей. То есть продолжалось. Постоянно ныл. Постоянно во сне даже. Спит, но в то же время что-то... Ну, видно было, что-то его беспокоило. В два года у нас началась самоагрессия. Потом он ходил на цыпочках у нас все время. То есть все шло к худшему. Не к лучшему. Вот заключение врача-педиатра о состоянии ребенка при поступлении. Жалобы. Ребенок не играет и не общается с другими детьми. Нет речи. Избирательность в еде. Часто истерики. Может быть агрессивен. Есть элементы самоагрессии. Пережевывает пищу только на одной стороне. На момент осмотра. Асимметрия в сокращении мышц лица. Массетер-бакцинатор спазмированы слева. Плагиоцефалия. Объем головы 48 см, что меньше возрастной нормы. Тонус мышц достаточный, несимметричен. Слева значительно выше. Повышенное газообразование по всей поверхности кишечника. Психостатус. В контакт не вступает. Вербальный контакт не поддерживает. На имя откликается. Зрительный контакт устанавливает, но не удерживает. Эмоции маловыразительные. Внимание неустойчивое. Обращенную речь не понимает. На осмотр реагирует агрессивно. Элементы агрессии направлены на маму. После осмотра и диагностики мальчика специалистами центра стало понятно, что вюгар имеет сильное отставание в развитии центральной нервной системы, а также довольно сильную степень органического повреждения ЦНС. Параллельно было выявлено нарушение аминокислотного обмена, которое, по всей видимости, и было причиной избирательности в еде. С едой были проблемы. После двух лет он вообще отказался от многой пищи, от фруктов. Вообще перестал есть фрукты. Раньше хотя бы ел через блендер, а сейчас вообще в два года он перестал есть их. Ну, избирательно стал очень. В общем, творог перестал есть, кефир, йогурт. Много чего. От многой пищи он отказался. Каждый месяц от чего-то еще одного. Каждый месяц от чего еще одного. Было очевидно, что этому ребенку будет недостаточно одного курса в центре Бейердавит, что связано с объективной тяжестью органического поражения ЦНС и со степенью его недоразвития. Михалебан отнеслась к выводам специалистов спокойно. Она и сама понимала, что положение непростое. Она хотела, чтобы ребенок стал бы больше ребенком, чтобы нормально ел, нормально спал, чтобы начал бы понимать речь хоть немного. Специалисты центра начали работать с фюгаром. И довольно скоро начались изменения. В какой-то момент курса Михалебан сообщила, что фюгар начал позволять стричь себе ногти. Только родители ребенка, которому ногти можно подстричь только во сне, могут оценить такое достижение. За все эти годы я ему стригла только, когда он спал. И спал, когда он только уснул. Первый час, когда он крепко спит. Потом он уже вставал, не разрешал. А просто вот так вот взять, просто подойти, даже ножницами, его пальцем, он кричал. Его даже если кто-то держал бы, это было невозможно. То есть постричь его просто так. Он мне дал постричь ногти. Правда, немножко поныл первый раз. Ну, как обычные дети, многие так и ноют, пока привыкнут. Да, это же для него первый раз. Я попробовала второй раз, как бы вторую неделю, попробовала третью. Третью он вообще вот так вот дал руку и спокойно себе сидел. То есть для меня и его отца это тоже очень большая радость. То, что он уже принимает это все, как и обычные дети. Параллельно с этим мама обратила внимание, что вюгар начал жевать пищу, как положено. Двумя сторонами рта. Перестал держать ее за щекой. Стали появляться и другие изменения. На море ездили в Тель-Авив. Я вообще не хотела ехать, потому что у нас вюгар, мы уже два года, у нас тоже есть море. Мы два года уже не ездим на море, потому что он становится неуравновешенным. Он до такой степени любит воду. И его невозможно удержать. То есть у него приходят силы ниоткуда. Его надо держать хотя бы двоим, чтобы он не убежал в воду. И он идет, у него нет страха совершенно, он идет в море прямо в середину. Он может задыхаться и все равно идти, задыхаться и все равно идти. То есть у него, говорю, какая-то мания к воде. То есть он видит, и ему хочется все дальше и дальше, дальше и дальше. Поэтому мы два года уже не ездили на море. Так как здесь была экскурсия, я захотела поехать, увидеть море. И было то же самое. То есть весь пляж смотрел на нас абсолютно. Как он без страха, а здесь волны очень сильные, без страха под этими волнами задыхался и шел, захлебывался и шел, и шел. То есть это было не очень приятно. Были одни нервы. Но ничего, как-то, как-то обошлось. Потом была еще раз, также нам предлагали на море. Но я не хотела, так как уже один раз был такой. Но так как у нас здесь все уже стали родными, друг другу все, весь коллектив, вот девочки из Казахстана были, ну они попросили, давай поедем все-таки, мы поможем тебе там, да, если что, удержать в угара. Я поехала, и мы были все в шоке. Мы просто были в шоке. И они это своими глазами как бы видели в прошлый раз. И что в этот раз творится? Он зашел в воду и стал возвращаться. То есть как только вода дошла до горла, даже ниже чуть горла, он стал возвращаться обратно. И мы все были просто в шоке. И шла волна, он стал закрывать рот. Он вообще не разрешил, чтобы ему в рот хоть капля воды попалась. А раньше он хлебал ее, она же вода соленая, и он даже блевал. Как бы это все неприятная процедура была, мы поэтому не водили его. И он стал закрывать рот, не разрешать, чтобы ему хоть что-то туда попало. То есть пытался. И вообще он купался, то есть вообще не отличался ничем от других детей, как говорится. Увидел даже там круг у других. Они спасибо одолжили. Он даже поиграл с кругом очень хорошо. То есть это было одно удовольствие. То, что появился страх к воде. То есть как, он опять-таки воду любит, но то, что он понимает, что уже там он может задохнуться, это опасно. Для меня это очень важно было. Очень. Я очень рада этому. Я правда была в шоке от этого. Не думала, что так рано это все к нему придет. На протяжении всего курса с Вюгаром занималась доктор Екатерина для развития моторики. Одна из жалоб его мамы была та, что Вюгар не умеет прыгать с места. Ребенок с интересом начал заниматься. То есть то, что беспокоило родителей, это то, что не было интереса такого основного к занятиям. Сейчас он с удовольствием выполняет многие задания. Давай немножко еще попрыгаем. Пойдем сюда сходим. Давай. Давай сюда. Чуть-чуть. Вот. А сам Магнонт он научился тоже показывать. Он показывает, сам рассказывает, что ему нравится, что ему хочется. Вот ему интересно вот это задание, занятие. Да, он будет с удовольствием его делать и выполнять, и заниматься. Давай залезаем. Раз, два, три. И парикскоп. Моторика ребенка начала улучшаться, и он начал без страха качаться на качелях. На этом видео видно, как Вюгар боится потерять равновесие на качелях в первый день приезда. На следующих видео, снятых несколькими неделями позже, видно, что мальчик обрел уверенность в себе и спокойно качается на качелях разных типов. Наконец, начались более крупные изменения. Вюгар начал самостоятельно кушать ложкой. Уже последние недели вот сейчас он стал сам есть. Самое главное, которое мы хотели, чтобы он сам ел. Как бы раньше его не заставишь ни за что. Ну, сколько бы ни кричал, визжал, да, ложку даже он опять выкидывает. Такой человек, как будто у него пальцы нерабочие, да, вот он не хотел эту ложку брать. Сейчас он пытается. Пусть немножко, как маленькое дитё, там у него течёт где-то что-то, но он пытается, и он ест, и он сам пытается. Он уже не говорит мне, что нет, давай меня кормить ты. Он сам ест. И этому тоже я очень рада, потому что уже 5,5 лет этого. Хотелось бы давно, чтобы уже он сам самостоятельно ел. Вюгар начал кушать новые продукты. И самые главные изменения. Вюгар начал понимать обращённую речь и выполнять просьбы. Дальше мама сама расскажет об изменениях, которые она видит. Поменялся взгляд, потому что, когда я фоткала, отправляла домой, все это очень хорошо заметили, что первый год поменялся у него взгляд. На 10-й день, даже, нет, через неделю где-то у него ушла гиперактивность. Не скажу совсем, но в два раза уменьшилась. И меня это очень радовало. Это в первую же для меня это что-то значило, потому что его гиперактивность больше всех меня беспокоила, потому что невозможно с ним нигде ни на остановке стоять, ни на дорогу переходить. Он всё время хочет убегать, убегать. Гиперактивность у него ушла. Угар вообще никогда не ел правой стороной. Он всё время ел левой. Говорю же, он еду вот оставлял, и меня это очень беспокоило. Кому я только не говорила, и это всё говорили, что это его привычка, но я в это хотя не верила, что такой привычки не может быть. Так и оказалось. У него на 10-й день он стал жевать правой стороной. Он стал есть обоими челюстями, и очень спокойно жевать это всё, и держать во рту еду вообще перестал. То есть вообще такого вот, мы уже полтора месяца здесь, такого не наблюдается за ним. Он всё время очень хорошо живёт и очень хорошо ест. У него появился аппетит. Вот то, что наша диета, которую нам приписали, хотя я не хотела её держать, я вообще не верила в эти диеты. Но решила попробовать, потому что раз уж приехали, надо делать всё, как надо, чтобы проверить. И я диету где-то через неделю уже увидела, какой эффект. То есть то, что не ела в угар, он стал есть. И есть стал он с удовольствием. Он такое ощущение, как будто стал чувствовать пищу, вкус еды, они вынуждены, вот надо и всё, да, как бы мама заставляет. Ему стала нравиться еда. Овощи, вот допустим, варёные, опять-таки, он овощи свежие не ест и фрукты тоже. Давно отказался от них. Но варёный, он тоже очень плохо. Две-три ложки, и всё, его блевало, ему тошнило его. Ну, не ел и всё, или держал во рту вот. Не прожёвывал. Сейчас он их ест с удовольствием. С удовольствием. И тыкву, и баклажаны, и кабачок. И... То есть, ну, всё. То, что не ел, сейчас ест он с удовольствием. И вообще у него аппетит тут очень хороший появился. То есть, челюсть, это была первая, в списке даже, когда я прислала сюда, моя первая проблема, это было то, что он не жевал с правой челюстью. Меня это очень беспокоило. У него всё время, как бы и мышцы здесь у него не работали. Здесь вот так видно было прям по лицу. Асимметрия была. Вот это у нас ушло. Я была в шоке просто от этого тоже, что у него так всё на десятый день, в принципе. Я так рано, даже, можно сказать, не ожидала чего-то, каких-то перемен. Ну, думала, будут, может, когда уедем, пока восстановительный процесс, как бы, но я рада. Я очень рада и очень довольна этим. И ещё на четвёртой, где-то, или на пятой неделе у него, я заметила, что у него зубы побелели. В последние годы я им покупала все средства, которые можно было, чтобы у него зубы были коричневые, такие пятнышки. Мы пробовали всё. Чистили, было вообще толку, вообще никакого, что чистила, что не чистила. Одно и то же. У него резко, как я приехала сюда, я ему не чищу зубы, потому что, ну, как бы, он немножко кричит, то есть некомфортно, да, как бы, я думала дома, если что. И я обратила внимание на его белые зубы. То, что было раньше и то, что сейчас. Я взяла, даже сфоткала это всё и поставила себе в сравнению, как бы, то, что было раньше, совершенно разные зубы. То есть, побелели, видимо, с едой, это связано, наверное, с диетой, видимо, то, что ему подошло, это диета. По зубам это было видно сразу и сейчас видно, как бы. Помимо функциональных изменений есть и те, которые можно измерить. При поступлении в центр на терапию вюгар был осмотрен врачом-педиатром. Среди прочих замеров был замерен объем головы. Те же замеры были повторены перед окончанием курса. За время курса объем головы вюгару увеличился на 3 сантиметра. Мама тоже заметила изменения объема и формы головы. Самое, что меня больше всего поразило, это было через месяц, когда нам надо было заново постричь его голову, чтобы посмотреть сравнение. Когда я увидела его голову, как бы череп, да, совсем другой. Больше всего для меня был, если честно, шок этот. Потому что в таком возрасте, он же не питьемесячный, да, ребенок, поменять форму головы, я никогда не поверила. Я здесь слышала, правда, я видела в инстаграме, что выставляли, но как-то на себе это все-таки не верилось. И когда я это увидела, правда, я не знаю от радости, не знаю от чего, но я очень долго плакала. Меня это поразило просто, увидеть его голову в таком виде. Форма головы, то есть поменялась, еще раз говорю, стала кругленькая, аккуратная, и она выросла. Она выросла, и это видно по фоткам. Я попросила, чтобы мне переслали до и после, я посмотрела, она выросла, голова, и это видно. И форма поменялась, и выросла, то есть совершенно другая голова. И с каждым днем она моя еще меняется, я замечаю, что она еще меняется. Врач-педиатр рассмотрела Вюгара перед окончанием курса. Вот ее заключение. В контакт вступает активно, речь понимает, слушается, есть возможность объяснить и договориться. Выполняет все необходимые задания и упражнения. Крупная моторика и физическое развитие в пределах возрастной нормы. Восстановилась работа мышц лица в полном объеме. Мышечный тонус достаточный. Восстановилась форма черепа. Объем головы 52 сантиметра. За курс терапии увеличился на 3 сантиметра. Обращенную речь понимает на двух языках. Стал значительно спокойнее, адекватно проявляет эмоции, выполняет команды. Изменения продолжаются и после возвращения домой. Вюгар стал усидчивым. Он может заниматься с логопедом. Есть множество других небольших изменений. Например, он позволяет пристегнуть себя ремнем и может кататься на каруселях с сестрой без папы. Мехребан хочет пожелать другим родителям не опускать руки. Советую, чтобы они никогда не сдавались, верили в своего ребенка. Хоть это очень тяжело, я очень понимаю. Постоянно руки опускаются. Делаешь одно, ничего не помогает. Опять руки опустились. Думаешь, все, больше ничего не будешь делать. Все бесполезно. Ну, лично по себе, я говорю. Я какой-то промежуток давала, потом опять начинала. Искать, искать, искать. Все дело для ребенка. Водить туда-сюда. Ну, что бы никуда не надо было, я его водила как бы. Как говорится, хоть на край света надо было, я бы его и туда повела. Лишь бы он выздоровел. Я никогда не хотела верить, что он неизлечим. Что вот он всегда таким останется. Коти уже мне говорили, что надо принять это. Надо уже выхода, нет другого. Ну, как можно принять своего ребенка, что он вот так вот будет мучиться, да? Да, я понимаю, кто-то говорит, это особенный ребенок. Но он же мучается, он же не может спокойно все воспринимать. Допустим, как другие дети, до него дотронуться тяжело. Врач его осмотреть не может. Зубном уйти, только с анестезией. Это все же очень тяжело. А хочется, чтобы хотя бы элементарно такие вещи были. Не говорю, чтобы там этот ребенок был профессором или что-то. Это не важно. Самое главное, чтобы он мог адаптироваться. Пускать врачей к себе подпускать, допустим. Ну, с сестрой, с братом играть, как все нормальные дети. Пусть пойдет в школу не в 6 лет, но пусть пойдет в 8-9 лет. Мне не важно абсолютно. То есть я им посоветовала бы только терпение. Очень большого. Терпение не сдаваться и никому никогда не верить со стороны, кто бы что бы не говорил. А верить себе и своему ребенку. И в то, что веришь ты. Я поверила, что я его когда-то вылечу. Слава Богу. Давай сам, Бугар, все ты можешь. Давай ножками. Как мы с тобой делаем? Как правильно ножками? Смотри, переступать ножками вот так. Ага. Я хочу сказать Давиду и Иосифу очень огромное, ну, огромное спасибо. Не только им, всем специалистам. Я им всем благодарна. Каждый старался что-то сделать для Бугара. И у них это получилось, слава Богу. Я очень рада, что приехала сюда. И надеюсь еще раз приехать, как бы, как будет возможность сюда на продолжение. Потому что мы еще только на начало пути. Нас еще ждет много чего, да. Он в центр приходит, снимает обувь сам. Ложит в шкафчик, куртку вешает. Потом, когда я прихожу за ним, идет со шкафчика, берет свою другую обувь, переодевается. Они там, у них рядом парк. Они выходят на велосипеде, все его учат еще кататься. Там еще что-то, листья собирают от деревьев, допустим. Ну, чем-то занимают его. Мы, команда Центра БР Давид, будем рады снова видеть у нас в Югаре и Мехребан. И надеемся на дальнейшее восстановление ребенка.